Без риска для машины. Сегодня Тимофей Майбах решил сначала прогреть свою девятку. После того, как прошлым утром машина так и не завелась. Пару удлинителей из окна к авто и технология не подводит, но померзнуть приходится. Полчаса и все. Она отогрелась, блок уже теплеет. И все, потом можно ехать будет. Ну, конечно, минут 20-30 еще погудеть. Завести свой автомобиль в минус 36, а именно столько показывал градусник в краевой столице, вышло не у всех. Во дворах колонны машин. Отказаться от поезда к сегодня пришлось и нескольким сотням пассажиров. Барнаульский автовокзал отменил больше 70 вечерних и ночных рейсов. Первую экстренную помощь на трассах края уже оказывают около Шипунова. Там за эти аномально морозные выходные развернули первый пункт обогрева. К развертыванию готовы 21 мобильный и 33 стационарных пункта обогрева для граждан. В Благовещенском районе в час ночи заглох автобус с командой хоккеистов из Казахстана. Случилось это около поселка Степное озеро. Администрация села экстренно эвакуировала 18 подростков, тренера и водителя. Всех разместили в общежитии. За спортсменами едут родители из Павлодара. А автобусу требуется ремонт. К утру авто перемерзла топливная система и тормоза. А в Бийске этой ночью насмерть замерзли бабушка и ее 40-летний внук. Пожилая женщина вышла в магазин и предположительно потеряла сознание. А внук, употреблявший алкоголь, видимо пошел ее искать и замерз в подъезде. Причины происшествия выясняют. В Краевой Центр термических поражений за эти выходные госпитализировали 4-х человек. Это треть от всего числа с начала зимы. Начальник Центра Виктор Сегитов говорит, чаще всего с обморожениями поступают дети, за которыми плохо следят во время прогулок, и водители, которые просто игнорируют предупреждения МЧС. В тапочках выбегают, садятся на машину и едут в другую деревню, либо в другой поселок, а машина глохнет на дороге. Такие люди получают очень глубокие и серьезные отморожения. И, как правило, это люди, которые употребляли алкоголь. Аномально холодным будет вся неделя. Испога жителям края добавила фейковые фотодокументы, в котором якобы гидромедцентр сообщает о морозах до минус 62 градусов. Службе пришлось даже опубликовать опровержение странной рассылки. Это просто чья-то шутка, а народ у нас, как говорится, такой импульсивный, сразу это воспринял всерьез, хотя, в принципе, если народ использует интернет, то лучше заходить на наш сайт. Самая низкая температура воздуха была отмечена в Волчихе в 1938 году, когда столбик термометра у нас опускался до минус 55 градусов. Морозы в крае, говорят синоптики, продержатся до 28 января. Официальный прогноз таков – в некоторых районах до минус 42 градусов. Анастасия Дороган, Николай Шелком. Наши новости.